Эдвард Сноуден собирает награды, королевская семья отправилась в путешествие по Новой Зеландии и Австралии, а вот в Калифорнии после бурной вечеринки полиция задержала более ста человек. Об этих и других новостях в нашем обзоре. Он не Петр Великий, а скорее Николай I от американца Путине в Нью-Йорк Таймс. При Петре I Россия стала могущественной европейской державой, а Путин ведет себя как Николай I, вступивший в военный конфликт с Британией и Францией, за который Россия дорого заплатила в Крымской войне в середине 19 века. Внешняя политика Путина сегодня демонстрирует такое же масштабное отсутствие дальновидения. А западные державы не собираются начинать вторую Крымскую войну, но у них есть больше рычагов для оказания давления на Россию, чем это представляет Кремль. Если Россия вторгнется на материковую Украину, с играми будет покончено. НАТО должно ввести свои войска в Украину, так считает президент Чехии Милаш Зэман. В случае российской агрессии Европе следует ответить адекватно и без промедления, уверен Зэман. Эдварду Сноудену скоро нужна будет отдельная полка для наград. Бывшему сотруднику ЦРУ присудили премию Рональда Риденаура за правду. Награда названа в честь ветерана войны во Вьетнаме, который занимался журналистскими расследованиями. Премию вручат 30 апреля в Вашингтоне. Организаторы обещают, что на церемонии будет присутствовать Сноуден. Правда, не лично, а виртуально. Старший внук британской королевы принц Уильям и его супруга Кейт прибыли с визитом в Новую Зеландию. Путешествие по Австралии и Новой Зеландии, в которой отправился и 8-месячный Джордж, продлится 3 недели. Венценосную чету сопровождает 11 человек обслуги, в том числе личный стилист и парикмахер Кейт. Королевские особы планируют посетить одно из местных племен Новой Зеландии – виноградники и стадион по регби. Визит герцога и герцогини Кембриджских сравнивают с поездкой принца Чарльза и принцессы Дианы в Новую Зеландию с 9-месячным принцем Уильямом в 1983 году. Студенческая вечеринка в Южной Калифорнии закончилась массовыми арестами. За решеткой оказались около 100 человек. Стычка началась после того, как один из участников праздника случайно ударил полицейского полицу рюкзаком, наполненным бутылками со шпиртным. Через какое-то время, благодаря соцсетям, собралась многотысячная толпа. В полицию полетели камни, кирпичи и бутылки. Разгоняли молодежь слезоточивым газом и пенными водометами. Вечеринка удалась. Филиппинская полиция обвиняет итальянского дипломата в торговле детьми. Посол Италии в Туркмении Даниэль Бозио отдыхал на Филиппинах. Мужчину арестовали, когда он проводил время в компании троих беспризорников от 9 до 12 лет. Задержанию Бозио способствовали правозащитники, которым его поведение показалось подозрительным. Посол свою вину отрицает. Франция отказалась участвовать в церемонии памяти по случаю 20-летия с начала геноцида в Руанде. Такое решение – реакция на слова президента африканской страны Поля Кагаме. Он заявил, за убийство более миллиона представителей этнических меньшин в Турции и Хуту несет ответственность Париж. О французском МИДе говорят, что почтить память погибших хотели бы, но после таких резких выражений это невозможно. 89-летняя британка покончила с собой и за наступление цифровой эры. Женщина умерла в швейцарском доме престарелых, приняв смертельную дозу барбитуратов. Бывшая преподавательница живописи утверждала, что люди превратились в роботов из-за засилья электроники и разнообразных гаджетов. И общество требовало от нее или адаптироваться, или умереть. Она выбрала второе. КОНЕЦ